2 февраля мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев и министр образования Свердловской области Юрий Бектуганов побывали на строительной площадке школы номер 100 на Муринских прудах. Они осмотрели будущие учебные классы, столовую на 600 мест, актовые и спортивные залы, а также обсудили с подрядчиками поставку вентиляционного, теплового и лифтового оборудования. Шумоизоляция здесь каким-то образом технологично отработана, что потом не влияло там вибрации или какие-то другие вещи? Оборудование на специальных подушках, энергосберегающее, здесь проектом, конечно, все рассчитано, наша экспертиза просмотрела все. Мы сегодня говорили о том, что необходимо обратить особое внимание на подбор организаций, которые будут обслуживать инженерные сети. Здесь разработана новая современная система вентиляционного оборудования, которая работает именно на обеспечение здорового сбережения детей. Точно так же сегодня особое внимание необходимо уделить по системе цифровизации образовательной организации. Это использование цифровых ресурсов в части обеспечения организации образовательного процесса. У нас есть поддержка губернатора Средневоскопобласти, он сам бывал на этом объекте. В принципе, все обещания, которые были даны, мы совместно выполняем, включая график выполнения работы. У нас есть полное понимание с профильным министерством образования. Владислав Пинаев отметил, что новая школа станет уникальной по уровню технического оснащения и использовании цифровых технологий. У нас с инициативой вышла компания Ростелеком с предложением применить все свои самые последние наработки по программе «Умный город», сделать некую программу «Умная школа». И вот этим, наверное, может быть, чем-то наша школа будет отличаться от других. Уникальностью, да? Да, этой уникальностью, что такого пока практики никто еще не применял. Сейчас строительство находится в завершающей фазе. По словам главы города, работы идут с некоторым опережением графика. На данный момент на объекте задействовано 190 специалистов. Их количество будет увеличено до 250.